Музыка Меня зовут Люхин Алексей, я работаю в лаборатории нероморфном числении неросимуляции. Очень будет много слов нера, нужно будет привыкнуть. На самом деле, обычно, если что-то связано с наукой, это обычно тяжело гуглиться, потому что бывает не знают, о чем гуглить, и обычная информация о биопродоподобных либо каких-то биоинспирированных системах, говорится следующее. Ну, мы что-то подглядели у природы, ну, что-то реализовали в компьютере, может, сделали жизнь лучше, может, хуже, но в целом мы развиваемся. Ну, обычно на этом все и заканчивается. Но думаю, вы пришли сюда не за тремя слайдами, а гораздо больше, у меня их там достаточно. Давайте вместе разбираться, что такое биоинспирированная система. Я полез в гугл, и там достаточно было много информации, потому что я варюсь в котле научного сообщества, есть линки на какие-то книги, публикации и так далее, где можно добыть еще больше материала. На самом деле, интерес у общества есть, это достаточно молодая нука нейробиология, как и вычислительная нейробиология. Она в мире, ну, как интерес, выглядит следующим образом. То есть, к примеру, США на 20-й год, сколько выпущено было статей и сколько было процитировано. Вот нейросайенс, вот оранжевый некий кружочек, где компьютерсайенс, ну и где медицина. Конечно, у медицины к ней больше интерес, это, думаю, очевидно, но в России картинка немного другая. Там больше интерес у физики и астрономии, инженерии и науки о материалах. Ну, нейросайенс, как видите, тоже имеется. Это уже хорошо. В целом, что это такое? Ну, это кросс-дисциплинарная, получается, предметная область. Это не только компьютерсайенс, это еще также прикладные учисления, это учительные модели, ну и какая-либо наука прикладная. Ну, допустим, это нейробиология. И вкупе это получается вычислительная наука. В нашем случае это нейробиология. Если немного вспомнить историю, на самом деле еще в далеких бородатых годах было две школы, Чистюль и Грязнуль. Чистюль, они были приверженцами чистой математической логики, формализма. Эту школу основал Джон Маккарти, он же придумал термин искусственный интеллект. Но была еще и другая школа, так называемых Грязнуль, их так прозвали, потому что они мешали математику, в принципе, технику и науку с какими-то иногда ненаучными предметными областями. Ну, допустим, философия, некоторые считают ее ненаукой. А также смешали с биологией, что как это так, техника и биология – это вещь, что вообще-то несовместима, мы не можем взять и в компьютер вставить какой-то нейрон. В целом он иначе стал мыслить на тему искусственного интеллекта. Это что не просто какая-то машина для вычисления посредневных задач, как калькулятор, либо помощник, ассистент. Это что-то большее. Способна ли машина думать, любить? Есть ли у него возможность к творчеству? Как предыдущий спикер говорил, возможно, это будет революция, когда создадут искусственный интеллект с возможностью создавать именно самому, не так запрограммированно. Потому что есть еще такая фраза, если не ошибаюсь, как раз от Мары Номински, не было разработано ни одной системы, компьютера, который бы знал, что он делает. Ну, в принципе, мы сами не знаем, что делаем. Действительно, точные слова. Потому что, чтобы понять, что это такое интеллект, создать искусственный интеллект, ну вот надо проникнуть вглубь, вглубь нашего мозга. Ведь природа за сотни-сотни тысяч, миллионы лет эволюции создала вот мозг, который способен мыслить, который себя осознавать может и творить. А что, если мы попробуем сделать то же самое? Ну, конечно, у нас может не хватить ресурсов. Области познания, применения биологически инспирированных систем на самом деле обширны, используются также в инженерии, но до нас они не всегда доходят, потому что это все в зачаточном состоянии. Иногда требуется очень много ресурсов, и человек просто не может позволить себе, допустим, загрузить какую-то эмоцию от машины, потому что телефон не справится с таким вычислением. Понадобится тысячелетия, чтобы это посчитать на телефоне. Применяются кластеры. На самом деле это проект DARPA, биологически инспирированная система. Это в 2005 году было очень крупное бюджетирование, очень много вливалось денег, чтобы создать такую систему. Потому что эта система прорывная, это следующая веха в развитии искусственного интеллекта. Но, как я говорил, нужно будет заглянуть немного глубже, а именно в мозг. Думаю, вы видели картинки, как выглядит сам по себе мозг в анатомическом каком-то атласе. В данном слайде представлен срез, отдел головного мозга, и на нем как бы имеются маркеры флюоресцентные, которые подсвечены, и мы видим вот эти отростки, нейроны, синапсы, это соединение между нейронами. Это то, еще состоит наш мозг. На самом деле мозг состоит всего лишь в четырех частей, там нейроны, ганглии, ну и жировые ткани. Соединение также. Если немного еще вглубь уйти от областей мозга к конкретному нейрону, то выглядит он примерно так. Это наша вычислительная единица. Таких нейронов у нас очень-очень много. Как думаете, сколько у нас в головном мозгу нейронов? Миллиарды, ну где-то 86 миллиардов в среднем, там до 100 миллиардов, у всех, естественно, по-разному. Это столько нейронов, а представьте, сколько соединений между ними, это просто невообразимые числа. А это еще нужно посчитать. Никому еще не удавалось полностью посчитать человеческий мозг. Думаю, если бы кому-то удалось, я бы тут уже не разговаривал об этом, а кто-то из-за меня бы уже, как искусственный интеллект, об этом говорил. Так вот, так выглядит нейрон. Это вот такое переливание цвета, это распространение потенциала, то есть нейроны общаются между собой, они передают сигналы. Это не просто ноль и единица, как мы привыкли считать в компьютере, а это некая активность. То есть потенциал растет, падает, и когда он достигает определенного значения, происходит всплеск. Нейрон высвобождает из себя энергию, отправляя его другим через химические связи и электрические. Давайте еще посмотрим глубже. Те же самые шипики, соединения между нейронами, отростки, к которым цепляются другие нейроны. Вот так он выглядит через очень мощный микроскоп. Но если еще глубже посмотреть, мы попадаем к ионам, это именно они правят нашим баллом. Они перетекают из одной клетки в другую. Именно нехватка натрия, калия, хлора может привести к гибели человека. Поэтому, когда у человека проблемы сводны с любым балансом, его нужно как можно скорее восстановить. Это очень важные элементы через к мозгу. Так вот, мы с вами, так скажем, прошлись от мозга к иону. Но вопрос, а сама выучительная нейробиология, она на каком уровне останавливается? На уровне клеток или на уровне ионов? Ну, как я уже говорил, ионов их очень, ну, естественно, очень много. Их там просто не счесть. Их симулировать сложно. Но отдельно нейроны симулируют. Но чтобы имитировать чайскую ткань, ну, в принципе, какие-то отделы головного мозга, спинного мозга, тут нужно еще пойти на абстракцию повыше и, допустим, на уровне клетки. Ну, допустим, на уровне морфологии тоже можно отростки, которые нейроны имеют. Их тоже имитировать, но затратится больше ресурсов. Если я не ошибаюсь, 1% мозга, чтобы просимулировать, потребовалось целых несколько суперкомпьютеров, которые были подключены, грубо говоря, к электростанции. Они жрали целый, столько энергии, как целый город. Не знаете, сколько тратит мозг на все эти вычисления в голове, фантазии, творчества? Сколько он потребляет в ваттах? Ну, как лампочка, 20 ватт, это потребляет мозг. А теперь представьте, что только 1%, грубо говоря, хотели имитировать и потребовалась целая электростанция. Масштабы просто гигантские. Сейчас будет немного взрыв мозга, предупреждаю. Считают, очень бывает подробное состояние нейронов, то есть очень много рецепторов у них есть, сотни рецепторов. Очень полезное вычисление в области фармакологии, чтобы посмотреть, а данное вещество как-нибудь повлияет негативно на нервную систему, на сами нейроны, на какие-то рецепторы. Это все вычисляется. Но не только это, но еще и соединение между нейронами, как перетекают эти энергии. Получается, вот эта вся схема, тут получается, как и физика, и нейробиология, и математика, и это все вместе получается что-то очень сложное и невероятное. На самом деле я тоже об этом раньше не задумывался и не понимал, как это работает, но на втором курсе пришел в лабораторию, и мне сказали, вот, ну что-то ты про это знаешь? Знаешь, ну вот, теперь готовься, будешь читать очень-очень много научных статей. И вот как-то чуть-чуть, по чуть-чуть начал публикация и даже сам создавать на основе нейросимуляторов модели, которые могли уже дать какие-то интересные результаты. Ну вот, как я уже говорил, то что-то с чем-то смешали, и получилась такая интересная наука. Повторю, наука очень молодая, потому что у нас компьютеры появились, ну, грубо говоря, с точки зрения истории человечества не так давно, как и наука в целом, но вот именно нейробиология достаточно молодая. Сейчас будет представлена на слайде GIF-анимация, именно распространение сигнала между нейронами, как вот эти вот вспышки, это как раз-таки нейроны, которые дали ответ на реакцию других соседей его. Это симуляция таламокритикального пути, перехода от подкритикальной области уже к коре, и вот, как видите, это мы. Это наши страхи, наши волнения, эмоции, все находится здесь. И это на самом деле завораживающее зрелище. Иногда кажется, что действительно мы как будто стоим вот на пороге, казалось бы, давайте уже посчитаем человеческий мозг, и мы можем перенести сознание. Мы можем стать, ну, допустим, бессмертными, или мы можем создать новую ячейку общества каких-то образованных новых роботов. Но это все еще нас ожидает, на самом деле, путь тернист, и на самом деле очень много тайн неразгаданных, которые нам стоит еще узнать. Так что делают, когда моделируется головной мозг, спинной отдел? Это я уже, на самом деле, озвучил чуть пораньше. Это для сравнения о том, что я говорил, как суперкомпьютеры, сколько тратит энергии мозг, iPad, ну, и сколько геном человека, он содержит 750 миллионов байт, хранится, чтобы закодировать все тело. Представьте, 750 миллионов байт, это получается, ну, грубо, тысяча-тысяча, ну, 750 мегабайт, если не ошибаюсь, киломега, ну, да, где-то так, 750 мегабайт. У нас фильмы побольше весят, а тут целый человек закодирован. Вот такие вот масштабы. Используются нейросимуляторы. На самом деле их очень много, самые разные. Есть нейросимуляторы, которые считают именно диффузию, перестекание ионов от одной клетки к другому, рецепторы, каналы открываются, закрываются. Есть попроще, которые имитируют отдельный нейрон, а есть, которые для суперкомпьютеров, они имитируют именно огромное скопление нейронов. К примеру, в дипломной работе, там чуть подальше, вероятно, будут слайды, объясню. Я симулировал 400, а, 500 тысяч нейронов и 4 миллиарда синапсов. Мне потребовалось полтора дня, чтобы посчитать на кластере КФУ, где было 70 ядер Sion E5, мощность достаточно ядер, но это было не на видеокарте, может даже было быстрее. И я это симулировал поведение 21 секунды. Чтобы просимулировать 20 секунд, мне потребовалось полтора дня. И это то еще не такая гигантская сеть. На данном слайде представлена, как сказать, кривая хайпа. Получается, на самом деле, вы уже все знаете, что из всех щелей бывают кричат, там, диплернинг, там, какие-то системы придумали, тут-то сделали. И на самом деле нам-то как это интересно, и когда же мы сможем уже это пользоваться. Но на самом деле здесь есть небольшая проблема. Расхождение ожидания и реальности. В данном слайде представлено именно, какие хайповые темы нас ожидают, которые могут когда-то выйти на плату, либо упасть в падину, когда, ну, уже иллюзорность потеряется. Когда мы такие, ну, все, разочаровались, понятно, за этим либо не стоит будущее, либо мы просто устали от перегретости. Каждый раз, когда нам об этом все говорят, говорят и говорят. Такое уже происходило даже дважды. И вот были прогнозы, что нас может ожидать третья. Зима искусственный интеллект. Это когда расхождение ожидания и реальности настолько было сильное, что прекратились финансирования. Социум перестал интересоваться данной тематикой. И все поняли, что за этим не стоит такого будущего, счастливого, о котором все говорили. Это очень долго, дорого и, вероятно, никогда и не случится. Ну, вероятно, ну, надеюсь, что такое не произойдет. Будет подогреть интерес у общества и научного общества, чтобы в дальнейшем развивать эту тему. Потому что чем дальше начинают разрабатывать эти технологии, тем больше выкладывается денег, значит результат. Поэтому, как я говорил, мы слышим технологии deep learning, agile, бла-бла-бла. А в итоге нам говорят, ну вот где карту открывали, туда идите. Ну, как бы вот расхождение такое имеется. Ну, и всем, наверное, уже известны мемы про искусственный интеллект, мол, что это просто дерево из… Да, такое-то решение. Нет, такое-то решение. Если то, если то. На самом деле, ну, дерево решения — это тоже искусственный интеллект. Вы не подумайте. Не все искусственный интеллект — это машинные, нейронные сети. Это просто разновидность. Дерево решения — это тоже является искусственным интеллектом. Наверное, слышали про проект Илона Маска, нейролинк. Это на самом деле тоже достаточно очень известная и многообещающая сфера. Именно вживление чего-либо в человеческое тело. В данном случае вживили электроды, которые считывали активность, а также можно еще и стимулировать, не только считывать. Двойная обратная связь — это на самом деле на кадре представлено желе, это не человек, это эксперимент проводили, но на самом деле людям уже вживляли. Выглядит достаточно небольшой монеткой под кожей человека. То есть это инвазивно в тело внедрялись, но закрыли, и поэтому ничего из человека не торчит, никаких проводов, ничего нет. За этим стоит будущее. И вот если вернуться именно к моделированию, как раз-таки за счет моделирования можно будет как-то попытаться декодировать информацию из мозга и перенести в наш цифровой мир. Если в искусственных нейронных сетях это выглядит не какой-то функцией, которая имеет тоже какое-то критическое значение, порог, к которому мы перейдем, и происходит ответ 11. Ну, единицы. Иначе, ну, ничего, ноль. Ну, здесь, как видите, на слайде справа уже посложнее, очень много формул и попытка имитировать именно отростки нейрона. Это аксоны, дендриты, так называемые. Очень много формул. Это все нужно рассчитывать, как распространяться между ними ток, какой у них объем, сопротивление. Все это нужно учитывать, чтобы имитировать просто одну клетку. А теперь представьте, что нам нужно имитировать 86 миллиардов. И это только нейроны. А вы, может, забыли, что синапсы есть. Их будет просто триллион и триллион. Это пока что неподъемные числа, но по чуть-чуть, считая модели, мы можем уже заранее предугадать, будут ли у человека какие-либо заболевания, может ли у него произойти инсульт. Вот такого рода мы уже можем что-то считать. А также воздействие каких-то фармакологических препаратов на наше тело. На самом деле моделей нейронов очень много. Кто-то может думать, что именно вычислительная нейробиология это только математика, там биологии очень мало. И отчасти он будет прав, если разрабатывать свою модель. Моделей уже очень много сделано на счете десятых годов, восьмидесятых. Очень много. И по сей день используется. Особенно нравится модель Хочко-на-Хаксли. Она достаточно правдоподобная. Но если вы попытаетесь вступить, так скажем, в ряды научного общества именно в этой области, даже имея просто образование обычное, технологическое, техническое, либо медицинское, это уже будет гораздо достаточно, чтобы погрузиться в этот мир. В дальнейшем эти лаборатории, которые занимаются данной деятельностью, они всегда в коллаборациях. Не может одна лаборатория создать все. Обязательно должна быть взаимосвязь, взаимопомощь между специалистами. Потому что это очень, как я говорил, молодая профессия. И сама сфера. И очень кросс-предметная. Требуется очень много людей. И вот те самые соединения, те самые синапсы, которые передают сигнал от одного нейрона к другому, происходят следующим образом. Есть некая электрическая, химическая, электрическая связь. Получается нейрон, когда делают всплеск энергии, так скажем, он на своих кончиках, который дошел до них сигнал, выделяется некий нейромедиатор, который является неким переносчиком возбуждения, либо подавления, ингибирования, либо как нейромодулирующее вещество действует. Оно оказывается в этой синаптической щели и попадает на рецепторы другого нейрона. И вот здесь есть интересная картинка. Получается, если что-то предшествовало нашему результату, ну, вероятно, что-то повлияло на этот результат. Но если будет наоборот, что мы получили какой-то результат, а потом пришел к нам ответ, ну, вероятно, этот ответ не повлиял на наш результат. Это как раз-таки форма обучения по хебиану, когда произошел сигнал, спайк от одного нейрона к другому, и он заставил его спайковать, ну, как эксперименты с собакой Павловым, когда звоночек взнял, у них выделялась слюна, потому что их обучили, предшествовало вкусняшке звоночек. И она привыкла, что если звоночек, значит, будет что-то вкусное. У нее выделялась слюна. Как раз-таки именно это обучение. А есть еще обратное как раз, разобучение. Человеческий мозг интересен тем, что он не просто обучается, но он еще умеет разобучаться. Вы могли забыть, как кататься на велосипеде, но достаточно вам спустя 5 минут на него покататься, как вы все вспомните. Достаточно интересная возможность восстановить что-то давно утерянное. Ну, конечно, стих вы могли какой-то забыть, и вы могли забыть, что вы кушали 5 дней назад, но вы точно помните какие-то яркие моменты в вашей жизни, даже в детстве, там, в 5 лет, в 7 лет, хотя прошло уже достаточно много лет, вы должны были их забыть, но вы их не забыли. А все почему? Потому что есть нейромодуляторы, они укрепляют эти связи. И чем они крепче, тем надолго они остаются. Слева, ну, это в искусственных нейронных сетях, это обычный backpropagation, так называемый, когда обратно идет поиск ошибки, и веса подкручиваются. То есть если представим нейроны как эти ноды, а эти связи как синапсы, то у каждого синапса, как в биологии, есть сила, с которой он влияет на другой нейрон. Ну, в нейронных сетях тоже есть какой-то вес, который влияет на дальнейший результат. Ну, если в нейронных сетях все достаточно, ну, как сказать, достаточно все понятно, там есть какие-то топологии уже устоявшиеся, где мы знаем, что сверточные сети должны содержать несколько слоев, что там чем больше слоев там разворачиваются, сворачиваются, тем лучше, ну, для разных задач. То в биологии все очень сложно. Там настолько все запутано, там до сих пор еще, ну, существуют проекты Blue Brain Project, европейские проекты, концерны, где они пытаются как раз-таки воссоздать коннектомы челюстского мозга, чтобы понять, а какие отделы изомастиазуют, как один отдел влияет на другой, как вообще происходит общение в мозге, где хранится информация, память в нашем мозге. Ну, сейчас такая есть не то, что теория, но, в принципе, подтверждается, что она распространена по всему мозгу, что мы вспоминаем не каким-то отдельным участком мозга, а всем им. То есть происходит объединение ассоциативных каких-то восприятий, вкуса, цвета, запаха, с какими-то воспоминаниями, визуальной информацией. Это все объединяется, выстраивается в цепочку, и эта цепочка ведет к тому самому воспоминанию. Достаточно интересно, как хранится эта информация в мозге. Ведь в компьютере у нас все, ну, типично. Вы знаете, у нас есть оперативная память, центральный процессор, ну, жесткая память, жесткий диск. Это архитектура очень старая, фонемовская. Ей уже очень-очень много лет, и до сих пор ничего не поменялось. Кто-то говорит Intel, кто-то говорит AMD, но мы уже столько лет топчемся на месте. Если раньше какие-то рывки были, что производительность, мощность, закон муры и так далее, то сейчас мы, по сути, просто увеличиваем количество ядер, увеличиваем частоту памяти, а по факту мы не усиливаем какую-то, мы не делаем какой-то мощный шаг вперед. Мы просто пока что топчемся на месте. Это немного грустно. К примеру, вот есть проект OpenWarm. Они взяли и оцифровали мозг червя. У него не так много нейронов, если не ошибаюсь, то ли 700, то ли 500. Но этого было достаточно, чтобы восстановить конъектомы. Как я говорил, это связь между нейронами. То есть его очень-очень мелко на микроны нарезали и смотрели, кто с чем связан. Как видите, достаточно забавно выглядит. Это не запрограммированный робот. Это на самом деле тот самый червь, который получает информацию от внешнего мира через касание, допустим, как лазер, дальномер. И он также ощущает, что перед ним есть стена. Но если робот запрограммированный на преодолении препятствий увидит, что ага, стена, я поверну направо. А стена, я поверну направо. То, как видите, червяк, он просто долбится в стену иногда. Ну как живое существо может себя вести. Достаточно забавно. И вот немного камень в огород искусственных нейронных сетей в том, что их легко обмануть, потому что они не мыслят как мы. Они видят числа. А эти числа, ну как видите, если слева нейронная сеть, ну я, по-моему, плохо обучили, считают, что на процентов 60 это панда. В центре какой-то шум, это нематоды. А в итоге, когда сложили шум и панду, получился гиббон. Да, искусственный интеллект захватит мир, конечно, с такими темпами очень скоро, в кавычках. И вот даже проводили опыты интересные, эксперименты, студенты. Когда просто ставили картинку, ну на уровень живота, любую картину, то нейронная сеть переставала этого человека определять как человека. Он просто исчезал. Достаточно удобная штука, если вы хотите, не знаю, скрыться от каких-то камер определения человека, просто несите с собой картину Ван Гога, к примеру, и этого будет достаточно. Где же применяют это все? На самом деле применение может быть вам уже известно, но в целом, если сравнить человека как машину, то если, допустим, машина не может определить панду и гиббона, то у человека тоже на самом деле есть подобный недуг. Это называется лицевая гнозия, когда человек перестает различать лица, когда все лица для него просто одинаковые. Ну, это не будет каким-то расизмом. Ну, вот вы знаете, что если очень много китайцев, мы просто не узнаем своего друга, потому что для нас они все на одно лицо. Но для них они все разные, как и для нас. Они видят, что мы все как будто одинаковые. На самом деле мы же видим, что мы разные. Вот такая проблема есть. Но это все тренируется. Как это тренируют нейронные сети? Ну, как это реализовали? А подглядели у природы? Они увидели, что есть картикальные колонки, некие, которые могут отвечать за визуальную кору. Есть области головного мозга, которые отвечают за визуальные эффекты. И даже уже есть опыты, где человеку стимулируют определенным точечным стимулятором магнитным в область визуальной коры, и они видят некие очертания. То есть полоску, круг, прямую черту. Вот такие уже можно проводить опыты. Это неинвазивно. То есть человеку ничего не вживляют, а он уже что-то видит, хотя этого не существует. Очень интересные эксперименты. Ну, что-то подобное я вот делал, когда создавал колонки, не так много их было, и вот делал распространение эффекта, когда импульсно так передаются ко всем остальным колонкам какая-то информация, допустим, на стимул. Наша кора головного мозга, она размечена. То есть каждый отдел отвечает за свою, ну, как бы, функциональность. То есть есть моторный отдел, самотосенсорный, за тактильные ощущения. Так вот, если мы чем-то касаемся, допустим, ну, указательным пальцем большого, какая-то информация здесь рассвечивается. Средним пальцем, допустим, где-то здесь и так далее. И на самом деле это кодировать интересно, но не хватает ресурсов. Получается, еще вы слышали про капчу наверняка, и, наверное, беситесь, когда появляется ре-капча, когда вместо буквок вам придется искать лодку, велосипед, самолет. А все потому, что их стали просто ломать. Очень-очень быстро ломать, потому что применили вот такую систему на основе визуальной коры. И она требовала всего лишь 260 изображений для каждого символа, в то время как обычная сеть требовала 50 тысяч, в принципе, чтобы потренироваться. Тут гораздо меньше объема, и поэтому она легко сломалась. Как раз про ту расцвеченную информацию, размеченную, что каждый отдел, ну, это отдел мозга Абзян, что для каждого, допустим, пальца есть свой отдел, отвечающий за него. Если его повредить, ну, либо наоборот стимулировать, то у нас сожмется палец, допустим. И это достаточно интересно. Если человек потерял какую-либо функциональность в связи с травмой, ну, либо с нейродегенеративным заболеванием, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, то можно восстановить, попытаться хотя бы восстановить базовую активность, чтобы человек мог чувствовать себя полноценным, ну, полноценной ячейкой общества. И к этому уже идут. Развитие технологии позволяет нам уже постепенно стать киборгами. Не так, что это будут слова звучать, ха, он киборг, но киборги вокруг нас. Кардиостимуляторы, слуховый аппарат, на самом деле это все то, что вживляется в человека, и это не родное, но это помогает им жить. Мы должны, в принципе, к этому привыкнуть. Так вот, если вспомнить, мой диплом на работу, сейчас я вспомню название, да, моделирование восьми базовых психоэмоциональных состояний на базе Куба-Лёвхейма. Кстати, наверное, с Куба стоит начать. Это некая теория, что, в принципе, есть базовые нейромодуляторы, дофамин, сертонин и норадреналин, которые молниеносно, кратковременно, это эмоции, это не чувства. Эмоции, она очень быстрая, это доли секунды. Она влияет на наше психоэмоциональное состояние. Что если что-то резкое произошло, звук либо вспышка, мы обращаем голову, сами того не желая, у нас выделяется дофамин. Если мы что-то покушали и резко нам стало не по себе, это выделился сертонин, это отпрощение, это защитные механизмы для выживания. Если человек был бы безэмоционален, он бы был психопатом, и он бы недолго продержался, будучи древние времена, потому что человек социальное существо, и в одиночку оно не выживет, а тем более, если бы человек не чувствовал страха, как долго бы он прожил. Как мышка, которая не чувствует страха, как долго бы она прожила. Недолго. К каждому существу это свойственно, именно млекопитающим. У амфибий тоже на самом деле есть страхи, но у них система эта гораздо попроще, чем у человека либо млекопитающих. Но вот была реализована, ну попытка была сделана имитировать небольшой отдел головного мозга новорожденный крыс. Там как раз-таки было около полумиллиона нейронов и 4 миллиарда синапсов. И это, конечно, плохо видно, но в правой части была реализована дофаминовая система, сертониновая, пониже норадреналиновая. Это было создано благодаря научным статьям, которые исследовались, ученые, которые исследовали области мозга, там количество нейронов, связей, рецепторы. Все это было максимально возможно реализовано и просимулировано. И что же, я получил интересные результаты, где можно, в принципе, соотнести некие кратковременные ощущения, допустим, дофамин, с увеличением активности вычислений. То есть машина как будто попыталась понять, а что произошло. Я, конечно, не могу за нее думать, потому что это было все внутри компьютера. Я не мог просто взять, залезть и себе битву, так скажем, прочитать. Но результаты были следующие, что вот есть спайковая активность красным цветом, ну, от белого к красному, и сколько энергии выделилось, ну, времени для вычисления этого процесса. И вот когда концентрация нейромодуляторов была максимальная, это соответствует, допустим, интересу, человек максимально возбужден и заинтересован. И это как раз таки примерно соответствует тому, что и ожидали. Дофаминная система тоже показала себя хорошо. Ну, и когда шейм, ну, уныние, когда, допустим, у матери мышонка забирают, и она, ну, как мышонок, тоже грустит по своему сынку, дочери, не знаю, по своему чаду. И это на самом деле не только визуально видно, но еще и на уровне биохимии. И это некая такая была попытка сделать машину эмоционально. Естественно, до этого еще очень далеко, но первые шаги вот были сделаны. Это как раз таки еще вдохновились наши лаборатории работы Марина Мински, эмоциональная машина. Как раз ссылочку покажу на нее в конце. Рекомендую к прочтению. Вроде на русский уже почти перевели, но в оригинале читать достаточно легко. Именно как раз таки Марина Мински по-другому начал, как показано в слайдах, мыслить с точки зрения ИИ, что она может чувствовать, как она могла бы чувствовать, и как это могло бы все привести к будущему, к интересным вещам. Синаптогонез. Это еще необходимо для того, чтобы показать, как развивается мозг, и какие нейродегенеративные заболевания могут произойти еще в детстве, ну и как улучшить, в принципе, усваиваемость информации для человека. Ну, тоже делал такие картинки. Интересна была работа, где вот такие черные отростки, это попытки нейронов проложить некие связи к другим нейронам, особо активным, они к ним росли. И вот красные линии — это возбуждающие связи, а голубые — это, наоборот, подавляющие. Вот было интересно, что от запуска к запуску некоторые сети именно в ту или иную точку всегда стремились, и, в принципе, если эту систему еще усилить, то, в принципе, будет похоже на проект Баодинамо, разрабатывается в Швейцарии. Как раз таки они разрабатывают систему, которая позволит им окунуться в мироздание и откроет завесу тайны о том, как развивается мозг. И это только с чем я сам познакомился. На самом деле применений очень много. И вот есть такая книга, как раз таки, применение биоинспирированных систем в области инженерии. Но это не все, что я хотел сказать. Ведь у нас идет имитация нейронов, но самих нейронов нет. И мы тратим на это очень много энергии. Пустую, по сути. Мы просто, грубо говоря, нагреваем компьютер. Ведь у процессора очень низкий КПД, по сути. Это как обогреватель с некой долей эффективности. Вычисляется, как я говорил, на кластерах. На самом деле забавный кластер. Я взял картинку, но все-таки не подумал, что там на самом деле PlayStation 3 вроде. Это просто кластеры из PlayStation. Ну вот можно их использовать как вычислительный узел. Так вот. Вы знаете, может, из школы, урока физики, радиоэлектроники, что у нас есть. Некий резистор, катушка индуктивности и конденсатор. Так вот, а где четвертый элемент, соединяющий заряд и магнитный поток? Мы знаем, существует пятый элемент. Ой, шестой. Есть пятый. И вот как раз-таки четвертый элемент — это мемристер. Сейчас я покажу, наверное, пораньше, чтобы успели глянуть. Передавайте тогда наверх. Это образцы органических мемристеров, которых я чуть-чуть расскажу. Но они уже мертвы, так что можете их потрогать, понюхать и так далее. Так вот, разработчиком четвертого элемента Леон Конг Чуа является. Он профессор Калифорнийского университета. И он еще в 70-х годах разработал теорию. Только вот недавно, в 2005-2008 году, была попытка сделать именно устройство само. Он был недавно у нас в Казани, в Казанском университете, даже у нас в лаборатории. Надеюсь, что он скоро получит Нобелевскую премию, потому что это действительно прорыв. И вот в году восьмом только, вот как раз-таки Хевлетт Паккарт создали первый прототип. Да что же это такое? Есть неорганический мемристер. Это, ну и думаю, судя из названия, там используются неорганические материалы. К примеру, платина, если не ошибаюсь, ПТ, и оксид титана. Только другой оксид титана обеднен. Там поменьше молекул кислорода. Но если подать напряжение положительное, получается, у него растет некий мостик, когда молекулы выстраиваются таким образом, чтобы достичь следующей пластины. И когда доходит некого порога, пробивается ток и идет дальше. Если его разобучать, подавать наоборот отрицательно, тогда мостик будет сворачиваться. Это как у нас в мозге, когда идет обучение и разобучение. А есть еще органический. Там, думаю, тоже очевидно из названий. Используются органические материалы. Польтиненоксид, к примеру. Ну и, конечно, серебряная проволочка. Она, конечно, неорганическая, но все же. Они, конечно, умирают, эти органические материалы, но у них есть возможность уже вживления человека. То есть они могут быть биосовместимы. И это возможность для людей, которые потеряли некий отдел головного мозга после болезни, травмы, восстановить всю эту деятельность. Вот, к примеру, картинка, как выглядит синапс и как выглядит вот мемристор. Это в таком единичном экземпляре. В будущем, получается, что нас может дать? Либо цифра, либо аналог. Ну, я надеюсь, что, конечно, будет аналог, чтобы мы не тратили ресурсы на вычисление имитации нервов, которые являются, в принципе, аналоговым инструментом, механизмом. Потому что у нас же там нет нуля единицы. Это все на уровне аналога. И это как раз-таки мемристоры. Ну, есть еще синхронная динамическая память, ну, как типа DRAM, наш известный динамик. Ну, либо другие памяти, как представлено на слайде. У них есть свои плюсы и минусы. Разрабатывают. Декод есть два направления у мемристоров. Оперативная память и протезирование. Ну, вот примерно так получается. Ну, надеюсь, что будет больше в протезировании уклон делаться, чем в память. Хотя было бы здорово. Мемристор, он имеет память, по слову, типа memory. Когда выключится ток, напряжение упадет, то он запомнит свое состояние. Он не как у вас компьютер, когда выключится, и вы включаете его обратно, и у вас все заново придется открывать. Он будет в том же самом состоянии. И это на самом деле замечательная вещь. Ну, вот в будущем, если мы будем развивать эту технологию, то может быть когда-то мы создадим искусственный мозг. Не на уровне компьютер расчета, а именно аналоговый вариант, и даже можем как-то интегрировать себя. Эта книга, которую я рекомендую вам к прочтению. Первая самая, это такая, ну, более художественная, чем научная. Однако, интересно, я ее прочитал. Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Как познание в области нейробиологии помогает в личной жизни и, в принципе, миру. Далее, уже по усложнению, В Emotion Machine, та самая книга Марина Мински. Интересно, чтиво. Рекомендую. Далее, еще сложнее, более такая специализированная. От нейрона к мозгу, если вам понравилась тема нейробиологии. Там тоже достаточно подробно расписано, но, думаю, если вы прочитаете, то, может, поступите в медицинский какой-нибудь университет без экзаменов. Ну и совсем уж такая новая специализированная тема это именно применение мемориативных технологий. Как раз-таки наша лаборатория нейроморфных числений, когда мы имитируем деятельность на аналоговом уровне и пытаемся воссоздать активность отделов мозга. Это все. А где там слайд с контактными данными? Ну, был. Я пропустил. Sorry. Там просто ссылочка на… А, да, в этом же и было, да. Вконтакте. Ну и наш GitHub, если вам будет интересно. Вот у меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...